Бричмолы, Бричмолы, Бричмолы Про себя жужжит над ухом Вечная пчела Бричмолы, 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 Бричмолы Бричмолы Был я мальчуком, И в те годы не раз Про зелёный чекан Слушал маговый рассказ Как возил детвору Бричмолу Тарантас Тарантас расцепался арбою И душа рисовала картины в тоске Будто еду в арве на своём ишаке А чимганские горы царят вдалеке И безумно прекрасны с тобою Но прошло моё детство, и юность прошла И я понял, не помню какого числа Что сгорят мои годы И вовсе дотла под пустыне Как дым разговоры И тогда я решил распроститься с Москвой И вдвоём со своей ещё не вдовой В том краю провести свой досуг трудовой И сверкают чимганские горы Когда страшная трава Жолотая бричмола Вечная бричмола Вечная бричмола Бричмола Бричмоле 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 Свою отпускную судьбу И шагу на таку Туркестана А на Крымском мосту Вдруг задым об груди Я сорвы разглядел Хвостом малой дожди Как чемганские дворы Зарят впереди И заводы сверкают чеканно С той поры я арбу Обживаю свою И удвою в пути Небольшую семью Будто пешты, калуга Париж и Киргюлю Любовались моею арбою На Камчатке И шаг уголил полынью Мои дети Ору, да я песни пою И чеканно свещает Дорогу мою И безумно прекрасен Собою Сладострастная Отрава Золотая Брич-Мова Вечная Брич-Мова Притурилась Под скалую Под скалую Про тебя Жужиг над духом Вечная Брич-Мова Притурилась Вечная Брич-Мова Притурилась 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 Спасибо. Спасибо. Песенка о песне, о жизни и веселье. Реверочек на голос открыть. Завожи свою жизнь за песню. Ой. Тихим голосом воздух сбереть И уйди от порога, Если просит песню, просит песню, Просит песню веселую петь. Не по мне то веселье, веселье, Бегом с ветром от сопок весенним, С горки вниз и до тядькиных сеней. Вот и жизнь моя, вот и песнь моя, И веселье поклонись чужой песне, может, Завтра станет честнее и чище, Наресталища жизнь прожита, И ожогами песня выжжена. Дышла фрагами, ритмами вышла, И от песен, как от побоев. Снова в бед горки вниз, да по крышу, Где мой дед напевал. Ой. Я от души напевал слова Нидачка, Так решил, так умел к портянкам, Сапожок-то с поденкой выдачен, По ноге ведь идти с базаранку, По дороге широкой Насте шиви, Можно душу открыть песнею. Разродись, моя рожь прясною, Вот и жизнь моя, вот и песня моя, И веселье, вот и жизнь, и песня, и веселье. А дальше я приглашаю вновь к микрофону Вячеслава Говалева, встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ Следуя такой сложившейся традиции В втором отделении, Хотелось бы поблагодарить Вячеслава за... Ну, я сейчас, знаете, что... Меня же здесь назвали, что вроде как-то сказать Просветительская такая вот деятельность, да. Я тогда сейчас продолжу ее. Я спою песню на стихи Константина Арбенина, Я не пел еще песен на стихи Константина Арбенина, Они... Вот несколько песен записаны на диске «Парашют». Но вот вы сразу, в принципе, увидите, Вернее, услышите, что, ну, так сказать, текст не мой, Что это, ну, немножко другая эстетика. Но Костя Арбенин, мой друг, И он лидер группы «Зимови зверей». Сейчас, правда, вот этот проект перестал существовать, Вот совсем недавно. Сейчас у Кости другая группа, называется «Сердолик». Но пластинки «Зимови зверей» есть вот там вот, В ассортименте, который мы с собой привезли. Поэтому, если вам манера стихосложения покажется интересной, То поинтересуйтесь. Да, так это о взаимоотношениях между полами. Значит, называется «Мелодрама». Расклад планет суров и безупречен, Есть у судьбы сигнальные огни. Он приходил в критические дни И заводил страдальческие речи. Он говорил «люблю до глубины». Хочу сейчас, не отходя от кассы, И получал поспешные отказы, Оправданные фазами луны. Порой казалось, будто их ведет Свой рок, а может, даже добрый гений. Ведь в жизни так немного совпадений, Зато несовпадением полон счет. Она была агентом при тузах, Он копошился по торговой части, И каждый был по-своему несчастен И обесчащен в собственных глазах. Был соподобный полоумный Макс, Насилуя свой маленький гипофиз, Он злые письма слал ей прямо в офис, Трагедию переплавляя в факс. Она безмолвно принимала дань, Молчанием только взвинчивая цены, И в страхе ожидая новой сцены, Как в занавес смотрела в календарь, Где в закулисье слишком ровных дат, Он волей понукал и горе мыкал, Чтоб возвратиться ровно через цикл. И тем продлить свой месячный мандат, Перебороть регламент бытия, Им не хватало времени и денег, И бесконечный черный понедельник Сувилом мат, как белая ладья. По аду чисел современный дант, Он мог еще сто лет бродить кругами, Когда б его не увенчал рогами Другой хороший парень, не педант. И он решил не женскому уму Постичь мужской размеренный рассудок, Опоздаем хоть на пару суток, А разберись подробно, что к чему, И был бы навсегда увековечен Союз двух непрекаянных персон. Но у судьбы свой собственный резон. Исход планет суров и безупречен, Музыка. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, конечно, если уж продолжить такую просветительскую деятельность и воспользоваться правом второй песни, и раскрыть вам тайны будущего альбома исполнительского и вспомнить еще о том, что у нас впереди фестиваль. Я так понимаю, что со многими увидимся еще, да? Я, правда, приеду пораньше, Байконов 27-го, я там подавал документы через Роскоспас, чтобы меня пустили на пуск. Ну, я же мальчик, мне про машинки интересно. Вот, значит, фестиваль у нас впереди. И я сейчас тогда представлю вам творчество одного замечательного человека. Его зовут Андрей Широглазов. Он вообще из Череповца. Такой, он любит свой город очень. Он стихотворение, знаете, какое-нибудь написал? «За каплю покаяния на лице, готов простить повешенных на стеньги. Но то, что я живу в Череповце, нельзя простить ни за какие деньги». Вот, у него есть целая серия песен, значит, про авторскую песню. Я думаю, что если бы он сам был не из тусовки, не из нашей, да, то, по идее, барды должны были скинуться и, как это сейчас принято, его заказать. Но так как он свой человек, да, поэтому все, в общем-то, сказать, вроде нормально относятся, посмеиваются. Узнавая себя в его, значит, произведениях. Вот, значит, такая вещь. Фестиваль. Два дня. Ну, все, как у нас будет, да, два-три дня. Времени мало, нужно со всеми встретиться, дисками поменяться, песен попеть. Ну, естественно, выпить, закусить. Значит, там новости, не знаю, творческие споры. Ну, то есть, время сжат, да, плюс еще концерт, завтрак, обед, ужин. Ну, в общем, много, много мероприятий, экскурсии. Время сжато, времени не очень много, нужно много успеть. И вот на этом фоне всегда находится человек, который с точки зрения фестиваля авторской песни, он ничего плохого не делает. Он поет все время, просто много поет. И вот такая ситуация, такая ситуация описана в песне Андрея Шарлазова. На этой такой веселой, просветительской, предфестивальной ноте, да. Паша из Харькова, родом из Липинно-Бора. Нам кемельфей да проет хитрощуя глаза. А за спиной у него начинаются сборы. Если по поводу выпить, я в принципе за. На земляка обижать неохота, хоть треть с ним. Ладно уж, выпьем попозже. От нас не уйдет. Что люблю в представителях авторской песни. Пьющий, метущийся, но терпеливый народ. Курим, сидим, подпеваем, пока что шутейно. Но невзирая на сухость во рту у людей. Паша из Харькова вдруг перешел на Дикштейна. А у Дикштейна-то песен, как в бочке сельдей. Паша, послушай, ведь с выпивкой жить интересней. Но он не слышит меня. Он поет и поет. Что не люблю в представителях авторской песни. Пьющий, но слишком уж много поющий народ. Паша из Харькова верит, что сила искусства Может сломить пресловутую тягу питью. Сколько в его исполнении трезвого чувства Будто он ангел из сводного хора в раю. Паша, кончай. Ты не ангел, не божий наместник. Видишь, напротив тебя перекошенный рот. Что я боюсь в представителях авторской песни. Пьющий, но изредка в морду дающий народ. Вячеслав Коварев. Спасибо. Приезжайте к нам еще. Я думаю, что в сегодняшний предварительный разговор С Вячеславом на тему приехать еще Он должен обрести вот в сегодняшнем вечере Своё законодательное какое-то право На то, чтобы каждый из вас распространил эту весть О том, что Вячеслав Ковалев Это клево, это здорово, это великолепно Это отлично для того, чтобы мы могли пригласить его И собрать полный зал Вячеслав Ковалев с нами Путческая встреча, думая о главном Это скорее девиз всех наших островитянских программ И завершение весны на острове под таким девизом Это, конечно же, хороший стимул для приближающегося лета Я желаю вам беречь друг друга Для того, чтобы мы могли встречаться В том числе в новом сезоне Острова Песни До новых встреч! С нами сегодня был еще раз Вячеслав Ковалев Субтитры создавал DimaTorzok